...мощным огнём схода из всего вооружения. Стреляющий на скорости танк выглядит опаснее, чем неподвижный. А ещё опаснее выглядит танк, стреляющий в движении и при этом попадающий в цель. Проблему прицельной стрельбы схода в Советском Союзе решили в середине 50-х. В танке установили гироскопический стабилизатор оружия. Он позволял удерживать пушку в наведённом на цель положении. Первый вариант стабилизатора действовал только в вертикальной плоскости. Вскоре был разработан более совершенный стабилизатор. Теперь пушка стабилизировалась не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Танк мог одновременно поворачивать и прицельно стрелять. Такими стабилизаторами танки Т-54 стали оснащать в 55-м году, а Т-10 годом позже. Теперь для прицельной стрельбы не нужно было останавливаться. Утолщение на стволе пушки танка — эжекторное устройство. После выстрела с помощью этого устройства пороховые газы удаляются из ствола, вследствие чего уменьшается загазованность боевого отделения. Разработка современной техники — забота конструкторов, а у танкистов — своя работа. Как протекали войсковые будни? С чем приходилось сталкиваться экипажем? Снежные заносы, топки и болота. Для мощных машин практически не было преград. Если даже танк и застревал, то боевые товарищи всегда приходили на помощь. Отрабатывались и различные варианты заправки боевой техники. В данном случае роль заправщика выполняет вертолёт Як-24. Вот на заправку к воздушному танкеру подъезжает самоходная установка Су-152М. А можно сразу заправить и четыре машины. Вот тяжёлый танк ИС-3. Следом ещё один тяжеловес — Т-10. К ним присоединилась пара средних танков Т-54. Всем хватит топлива. А можно заправить танк и с воздуха. Это в том случае, если приземлиться негде, например, в лесу. Операция занимала не более пятнадцати минут. По морю танки перевозили на десантных кораблях. По реке танки переправляли на понтонах. Но танки могли и самостоятельно преодолевать водные препятствия. Такой машиной был средний танк Т-54. Чтобы в машину поступал воздух, на неё устанавливали специальную разборную трубу. Танк мог двигаться по дну реки или озера на глубине до пяти метров. А если было глубже — не проблема. Т-54 форсировал водоём с помощью навесных плавсредств. Так он мог преодолевать расстояние до шестидесяти километров. И даже волнение в пять баллов не было танку помехой. А в случае неприятностей экипаж быстро покидал машину. Командир танка может принять решение на затопление танка и выход экипажа из машины. Подаётся команда подготовиться к затоплению и выходу из танка. Командир танка извлекает призменные смотровые приборы, через которые танк затопляется за восемь или десять минут. Противогазы одеваются по команде командира танка. При полностью затопленном танке нужно открыть люк заряжающего и покинуть танк. Последним выходит командир танка. В общем, скучать танкистам не приходилось. Что ни день, то новые приключения. Но всё было куда серьёзнее. Будущая война представлялась не иначе, как ядерной. Теперь танкам мало было выдержать попадания бронебойного снаряда. Противостоять пришлось бы целому ряду поражающих факторов. Световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс, ударная волна огромной разрушающей силы, радиоактивное заражение местности. Ядерный взрыв способен разрушить любой вид вооружения. В таких условиях речь уже шла не о полной защищённости танков, а о степени их уязвимости. В конце 50-х годов в Советском Союзе появился первый в мире серийный танк, оборудованный автоматической системой противоатомной защиты. Это был танк Т-55. А поле боя держится на танках, взрывут моторы и сверкнёт броня. По грязи, по врагам полстанков Прорвут любую линию огня.